Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Я смотрю, у Коли прям сходняк на квартире. Рукавичка не лопнет от чрезмерного потока гостей. Там мало было народа. Пригласили еще и Артема со Светой. И приехали. То, что они помирились, это очень хорошо. Худой мир лучше доброй войны. Это точно. Коля так начал перечислять по именам всех, кто там присутствует, будто на канале у него еще есть зрители, которые не знают ху-ис-ху. Это Артем, это Света, это Карина, это Надя. Надя не хочет садиться за стол. А куда садиться? На колени Карине или Свете на голову? Ну, для всех места за столом однозначно нет. И не только Надя не сидит за столом, но и баба Таня. И Самвел уютненько так расположился на диванчике. Бабка бедная давится слюной, глядя на сына, уплетающего там что-то. Уже все вокруг себя заляпало. И есть что в лоб, что по лбу. Вот сколько раз Самвел просил ее не сверлить его глазами, когда он ест. Раньше хоть и трудно было понять, но все-таки было какое-то объяснение этому. Очень много из еды ей было нельзя, но хотелось. Вот чисто по-человечески ей хотелось. Но ведь сейчас она ест все, что хочет. И в тех количествах, в каких хочет. Вон, у нее бутерброды не могли вырвать. Я еще хочу чьи-то мне только два бутерброда, сказала баба Таня, когда они остановились перекусить по дороге в Киев. Я хочу еще один. И буду его есть. Попробуйте отобрать. Она на эти культяпки, тянущиеся к ее еде, на лету отгрызет. Но вот сейчас чего пялится? Какая-то маньячка пищевая. Она так плотоядно смотрит, что честно хочется в зубы дать. Прямо сглатывает нервно. Далее Коля показал стол. Пальцем ткнуть некуда. Все заставлено тарелками с едой. Гостеприимный хозяин. К нему приехали люди. И он сразу посадил их за стол. В нормальных семьях у нормальных людей так и принято. Когда гости переступают порог бабы Таниной квартире, у нее там совсем другая система работает. Там принято соловья баснями кормить. А вот когда она приходит к кому-то в гости, то прямиком прется к столу. Она пришла пожирать. Все. Официальная версия. И она от нее не отказывается никогда. В противном случае ей в гостях делать нечего. Посидеть и поболтать ногами она и дома у себя прекрасно может. Надя отказывается есть. И Коля прям психует. Когда Самвел сидел на диете, ну или тот же Коля, им предлагали что-то поесть. А они отказывались. И так сильно возмущались, смущались, что в них еду впихивают. Они и так уже толстые. Им надо наоборот сбрасывать. А люди не понимают, не хотят поддержать их в этом стремлении. Такое ощущение, что вокруг них находятся враги, которые только и желают им плохого. Чтобы они были тучными людьми. Все взрослые люди. Терпеть не могу, когда начинают вот так себя вести. Придешь в гости и в рот заглядывает. Сколько ты съела или не съела? А что ты так мало ешь? Ешь, кума, седьмой пирожок. Я не считаю. Зачем заглядывать другому человеку в рот? Сколько он ест? Много ли он ест? Мало ли он ест? Все взрослые люди, не груднички, которые переедят, а потом рвота может открыться. Пусть человек сам решает, что ты не ешь. Для этого есть много причин. Во-первых, я им столько, сколько мне необходимо, а не как бы оботание от жадности, лишь бы только набить свою утробу побольше, побольше унести домой. Во-вторых, я не собираюсь обжираться и толстеть. Что непонятного? Сидите спокойно и смотрите в свои тарелки. Следите за своим ртом. Что вы едите? Ну, вы же едите столько, сколько вы хотите. Другие же люди вам не указывают, сколько вам есть пищи. Полная вы или худая, и еще плюс продолжайте, например, накидываться едой. Это ваше личное дело. Ради бога, ваше тело, ваше дело. Делайте что угодно, только другим это не навязывайте. Самвел, вот в этом году, не будем далеко ходить, пришел на праздник с сытником. Ни одной крошки в рот не взял. У него, видите ли, был разгрузочный день, и менять свои планы он не собирался. Баба Таня тогда так возмущалась, дурачок какой-то, нашел, когда устраивает разгрузочный день, ведь его можно устроить и завтра. А сегодня, раз его пригласили в гости, значит, надо нажраться до отвала. А он отказывается. Ну, кто его нормальным назовет? И когда Самвелла начали уговаривать, он от семи собак отгавкался, а потом хвастался, вот видите, я кремень. У меня есть сила, у меня есть воля, у меня есть силы воли, я не ел. Все вокруг сидели, обжирались, а я устоял, потому что я человек целеустремленный, и я решил похудеть. Все, я сказал, не буду есть. Сказано, сделано. И отвалите от меня, и обижайтесь, хоть заобижайтесь. Когда начинают заставлять поесть человека, который либо сидит на диете, или хочет сбросить вес, или человека, который уже сбросил вес, но пытается его закрепить, я это расцениваю так, как вот алкоголика. В завязке заставляют выпить. Ты же уже полгода держишься, да уже можно, ты уже все, ты молодец, ты закрепился, даже не переживай, я тебе отвечаю, выпей стопочку, и ничего не будет. А человек выпил стопочку, у него кран сорвало, и он потом все, опять ушел в запой. Кому это надо? Человек сам должен решать, когда ему есть, пить, в каких количествах. Когда Надя сидит за столом и ест, они ее упрекают. Сколько раз было такое, что Самвел, что Коля. Надя, а вам разве это можно? То, что вы едите? Надя, а вы не слишком много этого уже съели, и еще кладете добавку себе в тарелку? Ест плохо, не ест тоже плохо, да там едоков и без Нади хватает. Вы вам начните бабку пичкать, булками и тортами. Почему только Надю заставляйте, сами ешьте? Раздули из мухи слона, а почему Самвел не сел за стол? Его заставляйте? А, он же личность, он сидит, где пожелает. Коля его тоже стал заставлять, так он так на него рявкнул, что Коля тут же предпочел переключиться на Надю. Посчитал это для себя благоразумнее. Это не так опасно, как разозлить Самвел. А что Надя, Надя ничего не сделает. А вот Севка, если разозлиться, это уже чревато какими-то серьезными последствиями. Уважаемые гости, обратился Коля к гостям. Надя не хочет садиться за стол. Боже мой, балаган, цирк на дроте, что устроили? Если бы я попала в такую ситуацию, я бы ушла. Все делают, что хотят, сидят, где хотят. Все там присутствующие делают, что хотят, а другому указывают, где сидеть, что есть. Это наглость. Люди просто решили забабахать контент. Вот если бы они действительно хотели, чтобы Надя села за стол, они могли бы придвинуть этот стол к дивану. И тогда поместились бы все. И Надя была бы за столом, и ТВ. А то, знаете, вообще некрасиво ведь получается. Все за столом, баба Таня, как бедная родственница, одна осталась бы на диване. Да, возможно, не подошло время ей там обедать или завтракать, или ужинать, не суть важно. Но в любом случае, вот представляете, все едят, и она одна, как сыч на болоте. Сидит, доглядает, слюной давится и сходит. А все остальные расположились бы на стульях, вот на тех же местах, где они сидели. И не было бы никакого скандала. Но им нужен был этот хайп. И они его устроили. Потом Самвел сел за стол и начал. На хер мне ваш безалкогольный напиток? Коле понравилась бутылка, он купил и даже не посмотрел, что там 0% алкоголя. И Самвелу такой напиток уже не нужен. Причем он не стал вежливо отказываться. Ну, я не хочу. Да нет, я не хочу. Я бы алкогольный выпил, а так не хочу. Он так прямо и заявил, на хер он мне нужен. Не хочу такой. И есть не хочу, сказал Самвел. И почему-то никто не стал ему выговаривать, что он ведет себя некрасиво, что все сидят вот тут в компании за столом, все едят, все выпивают, а он отказывается, носом крутит, его не устраивает ни выпивка, ни угощения. Вот чем вот так садиться к столу, лучше бы он остался сидеть на диване. Есть не хочет, пить он тоже не хочет. Брысь под лавку тогда. Вон, к Сайгаку иди. Еще кысь-кысь пятую серию сними. На Надю обиделись, а на Самвела нет. Двойные стандарты. Правильно потом Света Артема сказала. Но она же тут сидит рядом. Ну что вы напали на человека? Действительно. Она сидит тут рядом с бабой Таней. Захочет, подойдет поезд. Не захочет, не подойдет и не будет есть. Ну человек не хочет. Ну не хочет. Какая-то причина у нее для этого есть. Ну что действительно напали? Контентщики долбанные. Вот и напали. Неужели действительно Света подумала, что им так важно, сядет Надя к столу или нет? Да всем на всех пофиг. Они просто устроили цирк. Вот и все. А смотрю, диванчик-то застелили. Пока Коля находился в этой квартире один, у него даже мысли не появлялись в голове, чтобы накрыть диван пледом. Но как только ссыкливая шупа приехала, диван тут же накрыли. А не поздно? Что-то мне подсказывает, что была очередная авария, и после нее диван и накрыли. Она же приехала и с полным памперсом посидела на всех кроватях, и на диване в том числе. Наверняка оставила свой след в истории этой квартиры и мебели. ТВ и мокрое дело, это ж как две подружки, ближайшие причем. Далее Коля показал, какие подарки сделали ему Артем и Света, напольные весы подарили. О, это важное, очень важное. А еще лучше, как Севка говорит, цыганскую иглу, знаете, с такой толстой-толстой ниткой, чтобы рот зашить. И весы тогда не нужны. Он бы и так знал, что похудел. Колясико без весов прекрасно понимает, что он набрал 3 килограмма. Я смотрю на его арбуз и думаю, явно набрал больше. Опять, пузо с шариком, второй подбородок висит. Чаще водите бубочку по ресторанам. Одна жратва на уме. Куда в них столько лезет? Савел тоже, когда садился за стол, так активно отказывался от пищи, потом мясорубка не закрывалась. Ну, это обычное, в принципе, дело. Ничего нового. Артем обратил на это внимание. О, ничего себе! Садился за стол, есть не хотел, а тут оливье полтарелки влупил. А у него всегда так. Не-не-не, я есть не буду, я на диете, не хочу. Вы меня закормили, вечно вы меня печкаете едой. Надя, ты хочешь, чтобы я стал таким, какой ты была, а потом накладывайте, накладывайте. Давай, Надя, и буду и ножки кушать, окорочка вполне зайдут, и отбивнушечки пойдут, и котлеточки пойдут, и супчик, и борщик, и перчик, и капусточка. Накладывай, накладывай, Надя, всего по чуть-чуть, клади, клади. И сожрет все, будет чавкать долго и упорно, пока не нажрется до отвала. Помимо весов, Коле подарили еще стаканчики для виски. Тоже полезная вещь в хозяйстве. Выпить там все любят. Ну и желательно чего-нибудь покрепче. Плохо, что к этим стаканчикам не подарили и напиток соответствующий. Коленька очень полюбил вечерком прийти с учебы и расслабиться. Ну, мало ли, бокал вина или стаканчик с виски. Почему бы и нет? Он растет, развивается. Столичный же парень теперь. Как он напрягается, расслабляться обязательно ему нужно. Подарки Коле понравились, но он сразу предупредил. На новоселье я приглашу вас отдельно, поэтому готовьте еще подарки. Прям как в анекдоте. Вы когда придете, в дверь ногами стучите. А почему ногами, а не руками? Но вы же не с пустыми руками придете. Ну так и Коля. Не стыдно попрошайничать? Нормальные люди сами все знают и понимают. Чем обращать внимание на то, что кто-то себя как-то неподобающе ведет. Лучше бы занимались своим воспитанием. Как они себя ведут? Что они говорят? Что они едят? Хапуги. Все мало. Я еще приглашу вас отдельно на новоселье. Конечно, хорошо, что вы привезли мне подарки правильно, с пустыми руками. В новый дом приходить как-то неудобно. Да и вообще с пустыми руками неудобно приходить. Но на новоселье я вас приглашу еще раз и приготовьте дополнительно подарочки. Света говорит, боже мой, что еще тебе дарить? Придется смотреть внимательно все твои ролики, чтобы обращать внимание, какую посуду тебе уже подарили. А еще лучше скажи нам, что ты хочешь. Ничего, у Коленьки вполне хватит наглости озвучить, какой конкретно подарочек он хотел бы получить от этой пары. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Неверно, долго не прощаюсь с вами. Всем пока!